Один бокал шампанского на Новый год. По мнению врачей, это та самая доза алкоголя, которую можно себе позволить без вреда для здоровья. При этом пить спиртные напитки можно не больше двух раз в неделю. Но можно ли это объяснить русскому человеку? Ведь для многих новогодние праздники – целый алкомарафон. И с этим надо бороться, считают в общественной палате. Как вариант – продавать алкоголь только с двух часов дня до шести часов вечера. Правильно, меньше пить буду. Это, мне кажется, неподходящая мера. Не так надо бороться с алкоголизмом. Если люди захотят пить, они все равно найдут, где купить или просто будут паленку какую-то покупать непонятно где. Я считаю, что это правильно, потому что люди не будут шататься по улицам в нетрезвом виде в поисках, так скажем, добавки. Корень – это проблема в другом. Здесь нужен комплексный подход, нужно людей просвещать, им объяснять, что это нехорошо, нельзя создавать условия для жизни людей без каких-то суррогатов. Если исторически смотреть, да, вот у нас в Советском Союзе было введено полное запрет на спиртное, да, ни к чему хорошему это не приводит. Но ограничительные меры, как показал опыт, даже в нашем регионе, ведут к тому, что за последние 2-3 года мы говорим о снижении вообще заболеваемости алкоголизма, распространенности. Пусть даже небольшой, но оно есть. А вот общественная палата Алтайского края подготовила свой документ. Он запрещает работу кафе и баров, расположенных в жилых домах, если площадь заведения менее 30 квадратных метров. В городе – 20 квадратов, если речь идет о селах. Кстати, только в Барнауле находится 310 баров в жилых домах. И 170 из них могут пострадать от новой инициативы. Если мы сейчас ограничиваем такие объекты, как, я еще раз повторяю, розничная торговля с услугами общественного питания у тех учреждений, которые квадратных метров меньше 30, то в таком случае однозначно, в первую очередь, они попытаются перейти в статус обычного магазина розничной торговли. И начнут работать до 9 вечера, как магазин. Какая-то часть заведений закроется, ведь для многих небольших баров основной доход приходится именно с 9 вечера до 11 часов. Добавим, что документы обсудят на ближайшие сессии АКЗС. Сам закон может вступить в силу уже 1 января 2021 года. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.